22 марта на Земле отмечается Всемирный День Воды. Вода – источник жизни, и это аксиома всем хорошо известна. Воду мы пьем, водой мы моемся. Она сопровождает нас ежедневно. На Ульянском водоканале происходит особая система фильтрации. Какая именно и почему – расскажу далее. Формула H2O, которая состоит из двух атомов водорода и одного кислорода, хорошо известна каждому человеку со школьной скамьи. Попросту – это вода. Именно вода покрывает 71% поверхности земного шара и на столько же процентов составляет тело человека. С развитием коммунальной инфраструктуры вода стала легко доступной. Однако мало кто знает, сколько этапов очистки, фильтрации и обеззараживания она проходит. Водоснабжением наших жилищ, рабочих мест и социальной инфраструктуры занимается Ульяновский водоканал, который работает в круглосуточном режиме. Бывают всякие разные тяжелые времена. Это зависит и от погоды. В этом году и зима нам преподносит сюрпризы, которые добавляют сложности в работе нашего предприятия, как и в очистке воды, так и в ее транспортировке и подаче ее до конечного потребителя. Такого рода проблемы незначительны. Водозабор справляется с работой даже при нулевой температуре воды. Вода затекла в ванн-камеру. Чтобы насосу было легче работать, он эту воду перекачивает на второй подъем. Со второго подъема также насосом перекачивается на третий, и вода уже поступает к очистке. То есть у нас применяется реанетная обработка воды и механическая обработка воды. После обработки воду отправляют на опробу в химлабораторию. Там ее исследуют на наличие всевозможных примесей, взвесей и состояние качества. Здесь специалисты могут рассказать об изменении свойств воды. Исследования проводят по 74 параметрам химических элементов и 10 микробиологическим. В последнее время большой популярностью пользуется домашняя очистка воды питьевыми фильтрами. По мнению экспертов, это чревато недостаточным поступлением в организм необходимых микро- и макроэлементов. Применение, конечно, фильтров, может, есть свои плюсы и минусы, но человек должен получать все необходимые микроорганизмы из воды. На сооружениях водопровода после очистки вода практически становится дистиллированной. В таком виде она не может поступать в трубопровод. Воду хлорируют, пропускают через активированный уголь, аммиак, агулянт и флокулянт. Мы с вами находимся на сооружениях третьей очереди, а именно в зале фильтров. Здесь у нас скорые песчаные фильтры. В них проходит последний этап обработки воды. После них уже вода питьевого качества у нас выходит и попадает в резервуары. Сюда вода поступает из горизонтальных отстойников. К этому моменту она уже лишена всех крупных взвесей и мутностей. Также здесь вода оставляет все грязи и муть. Так сказать, вода моется. Тавтология, но факт. На водоканале трудится коллектив с большим опытом работы в отрасли. К примеру, Наталья Краснова 26 лет назад начинала свою трудовую деятельность на предприятии с уборщицы. Сегодня она работает оператором фильтрового зала. Мы контролируем уровень воды на фильтрах, чтобы правильно фильтровалась вода после добавки всех реагентов. И раз за 12 часов производится промывка фильтров, чтобы они очистились и заново опять работали. В целом уместно будет сказать о том, что нам, ульяновцам, не стоит беспокоиться о качестве воды, которую мы пьем. Ее сразу можно пить из крана, а уже дополнительно фильтровать или нет – это дело персонально каждого. Ну вот очищенная вода и добралась до своего последнего пункта назначения. Она поступает в наши дома и социальные объекты. Будьте здоровы, друзья! Антон Никонов и Даниил Сурков. Улправда ТВ.